В 20-х-50-х годах прошлого века Украина оказалась в созданной большевиками политической системе, которая получила свое название по имени ее создателя и вождя Иосифа Сталина. Красивые революционные лозунги «Свобода, равенство, братство» на самом деле принесли постепенное «вымирание украинцев». Было организовано несколько голодовок и самый масштабный в Европе — голодомор. Политические процессы, уничтожение политических партий, общественных движений и религиозных конфессий, установление тотального контроля над художниками, учеными, педагогами, развитие системы ГУЛАГ и уничтожение целых социальных слоев, тотальная коллективизация, депортации и преследование по национальному признаку, такими были вехи сталинизма в Украине. В течение января-февраля 1919 года большая честь Украины была занята Красной Армией. С этого момента насилие и террор стали основными методами утверждения здесь советской власти. Фактически, инструментарий большевистской власти отрабатывался с первых дней. Известно, что большевистская власть в течение 1917-1920 годов заходила в Украину несколько раз. И каждый раз она заходила с военными потугами и масштабными карательными акциями. Это были проверки и аресты представителей местной буржуазии, банковских служащих, владельцев промышленных предприятий, представителей либеральных, демократических, конституционно-монархических партий, представителей интеллигенции. Это была своего рода социальная селекция по принципу классового соответствия, по происхождению, месту работы и принадлежности к социальному слою. Таким образом выявляли элементы, которые могли бы проявить враждебность к советской власти. Или осуществляли превентивные аресты с целью запугать, уничтожить морально или просто это было убийство. После смерти Ленина Сталин стал генеральным секретарем партии большевиков. К началу 1930-х годов он сконцентрировал в своих руках всю полноту государственной власти и фактически стал единоличным вождем советского народа. С тех пор всякую мысль, которая не совпадала со Сталинской, объявляли ошибочной оппозиционной антипартийной. Эта фаза была связана с первой чисткой украинской интеллигенции, особенно той, которая принимала участие в событиях 1917-1921 годов. Это дело связанное с Ефремовым и Союзом освобождения Украины. Сталинская система пыталась уничтожить не только своих реальных противников, но также всех потенциальных оппонентов правящего режима. Среди громких политических процессов 1929-30 годов можно назвать показательное дело, сфабрикованное Госполитуправлением против якобы тайной националистической организации под названием Союз освобождения Украины. На скамье подсудимых оказались 45 ведущих украинских ученых, писателей и других представителей интеллигенции. Инсценированной организации приписывались якобы попытки убийства Сталина и его соратников. Планы по отделению Украины от СССР с помощью иностранных государств и эмигрантских кругов. Использовал этот процесс для создания атмосферы подозрительности, большевистская власть перешла к широкому наступлению на интеллектуальную элиту. Политические процессы в это время еще были, как правило, наглядными. Они широко освещались в прессе, были публичными. На них продавались билеты. Происходили они, как правило, в приспособленных для этого помещениях. Записывались на радио, фотографировались, выставлялись на показ. И на них люди массово по разнарядкам приходили из учреждений, заводов и фабрик. И использовались они, как воспитательные такие массовые мероприятия. Фактически в течение 20-х годов население Украины привыкло к тому, что в любой момент практически каждый человек может под тем или иным причинам оказаться социально неблагонадежным. В конце 20-х годов сталинисты начали воплощать в жизнь идею построения социализма в одной отдельно взятой стране. Эта стратегия предусматривала проведение индустриализации и коллективизации сельского хозяйства. Но при этом село должно было стать одним из основных источников индустриализации промышленности. Начало коллективизации показало, что крестьяне не хотели отказываться от своей собственности и передавать ее в колхозы. Достичь этого удавалось только насильственными методами. Особенно активным было наступление против зажиточных крестьян, которых большевики нарекли кулаками. В ответ на сопротивление украинского крестьянства против коллективизации сталинско-большевистская власть в 1932-1933 годах устроила искусственный голодомор в Украине, который сегодня в международных кругах признается геноцидом. Это стратегия политики тогдашнего руководства. И это все началось не со Сталина. Это началось еще с Ленина. Ленин неоднократно в своих произведениях говорил, что голод — это сильное оружие. И фактически для усмирения народа его очень часто использовали, чтобы народ не восставал, чтобы утихомирить народ. Когда вы голодны, вы не думаете о восстании. Когда вы будете умирать от голода, у вас не будет мысли «вот, мне надо бороться». Фактически нежелание людей быть в той системе максимально проявилось как раз в 1932-1933 годах. И против них это массовое оружие быстрого уничтожения использовалось эффективно. 32-й, 33-й — это голодомор. Это террор. Проявление террора, унесшее 8 миллионов жизней. И это только в Украине. Недовольство Сталина украинцами не вызывало удивления. Украинское село никогда не поддерживало большевиков. И массово пополняя крупные города, которые в основном были основой поддержки коммунистов, крестьяне превращали их в антибольшевистские ячейки. Украину Кремль не столько ненавидел, сколько никогда не доверял ей. И всегда боялся потерять. Потому что это был особый вопрос этой власти, этого властного гнезда. Пытались запихнуть ее в прокрустово ложа большевистской доктрины всеми средствами, не останавливаясь ни перед чем. Ни перед массовыми социальными акциями, ни перед террором, таким как голодомор, ни превентивными ударами по элитам, ни партийными чистками в своих рядах. Трагедию украинского села Сталин и его окружение воспринимали как очередную победу коммунистической идеи. Истязая крестьянство голодомором, сталинский режим ни на минуту не забывал о других слоях населения и о своих политических оппонентах. Ежегодно вычищались слой за слоем представители различных политических партий, потому что официально была введена политическая монополия на политическое мышление, на свободу. Начали с меньшевиков и эсеров и закончили в конце тотальным уничтожением. В Украине было очень много последователей анархистов, но махновское движение уничтожили. Уничтожили все политические национальные партии, избавились от сионистов, а ведь был огромный спектр еврейских политических партий, а завершили свертыванием неполитических общественных организаций. Немцев Украины, греков Украины, которые существовали в форме кооперативных организаций. В 1934 году большевики перенесли столицу Украины из Харькова в Киев, чтобы превратить его в образцовый пролетарский центр. Это преобразование началось с разрушения древних христианских храмов и культовых сооружений. Одновременно началось наступление и на религиозные конфессии Украины. Потом репрессии перекинулись на религиозную жизнь Украины. На всех. Ибо фактически все духовники всех конфессий активно выступили против нового коммунистического штурма. На это большевистская партия ответила очередным походом против церкви и началось тотальное уничтожение всех конфессий. В 1937-38 годы называют большим террором, потому что в этот период происходили наиболее массовые политические репрессии. Весной 1937 года, готовясь к 20-летию большевистского переворота в Петрограде, ЦК ВКПБ начал прорабатывать вариант достойного празднования этой даты. В мае стартовала кампания выселения лиц, которые были исключены из партии и членов семей репрессированных в отдаленные районы Советского Союза. То есть, к юбилею октября крупные центры страны Советов подлежали очищению от потенциальных и мнимых врагов советского строя. Они не должны были помешать большому празднованию. Они приняли постановление о том, чтобы выселить из крупных городов, столиц, портовых городов и городов промышленного значения семьи, репрессированных в контексте этих чисток троцкистов, каменевцев, зиновьевцев. На начало мая стали поступать разнарядки на очистку опять же больших городов областного значения от так называемых кулацких и криминальных элементов. Это была первая линия, по которой разворачивался большой террор. За якою разгортался великий террор. Особенность репрессий 1937-го заключалась в том, что сверху на места спускались лимиты на аресты. Сначала они носили ориентировочный характер с тем, чтобы местное управление НКВД, выходя со встречными предложениями, значительно их повышали. Вскоре к широкомасштабным репрессиям по социальной и партийной принадлежности добавились репрессии по национальному признаку. В поле зрения карательных органов попадают поляки, немцы, латыши, румыны, греки и представители других национальностей, которые якобы являлись собой шпионско-диверсионные базы. А затем уже заработал маховик. А затем уже заработал маховик. Линии запускались одна за другой. Если изначально планировалось немецкую линию завершить за пять дней, то фактически на осень она уже длилась три месяца. Затем она была продолжена. Она переросла в весну 1938 года. Также это происходило и с поляками, греками, болгарами, со всеми. И фактически переросло в маховик тотальной зачистки, которая во второй половине 1937 года приобрела формы массовых арестов и уничтожения. 1937 год стал финальным аккордом крестового похода большевиков против украинской интеллигенции. Для большинства фигурантов, сфабрикованных в начале 1930-х годов дел, срок заключения подходил к концу, но в планы Кремля не входило их возвращение в Украину. Таким образом возникла идея почистить лагеря. Начали возникать новые лагерные дела, по которым повторно было осуждено большинство украинской интеллигенции. Смертельный приговор получили 287 заключенных украинцев. Среди них поэт Николай Зеров, драматург Мирослав Ирчан, литератор Антон Крушельницкий, драматург Николай Кулиш, актер и режиссер Лесь Курбас, ученый-географ Степан Рудницкий, педагог Алексей Еворский и другие. Большинство из них было расстреляно в урочище Сандар-Мох, которое находится в Карелии в Российской Федерации. Сандар-Мох это печально известное место, последнее прибежище художественной и научной элиты Украины. Туда свозили, там расстреливали. Это место последнего захоронения украинцев. Там должен был быть пантеон украинской элиты, уничтоженной сталинским режимом. Но, к сожалению, сейчас там большие проблемы, чтобы беречь эту память. по подсчетам украинских исследователей, во времена большого террора в Украине 1937-38 годов арестовали более 260 тысяч человек. Большинство из них расстреляли. Это примерно один процент от общей численности населения Украины того времени. Не менее трагическим оказался для Украины следующий, 1939 год. После оккупации земель Западной Украины карательно-репрессивные органы СССР начали преследование так называемых буржуазных элементов представителей различных политических партий и польской администрации греко-католических священников. Во время Второй мировой войны на территориях освобожденных от нацистской оккупации репрессии возобновлялись. В 1944 году советская власть обвинила весь крымско-татарский народ в массовом коллаборационизме с нацистской Германией. В наказание за это более 190 тысяч крымских татар было депортировано с исторической родины в отдаленные районы СССР. После войны репрессивно-карательная система начала борьбу против освободительного движения на западноукраинских землях. По советским оценкам было полмиллиона человек убитыми, захваченными в плен и депортированными. Фактически это в 8% западноукраинского региона, которые погибли или оказались в лагерях или на спецпоселениях. Террор и репрессии в Украине продолжались вплоть до 1953 года, до самой смерти Сталина. Однако сегодня еще приходится слышать, особенно с территории соседней России, о величии Сталина, о войне и терроре, как вполне оправданных средствах решения политических задач. Хотя европейское сообщество придерживается противоположного мнения. В 2009 году Парламентская Ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию, в которой приравняла преступления сталинизма в СССР к преступлениям нацистского режима в Германии. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова